Прошу всех встать в суд и дед. Кроме адвокатов и соратников Вадима Курамшина, в этом зале присутствует и его мать. Ольга Колтунова приехала с надеждой, что ее сын будет оправдан. Обратиться в Верховный суд адвокатов осужденного правозащитника заставили нарушение, которое, по мнению юристов, допустило следствие. Было допущено очень много нарушений. Я их перечислила. Не буду здесь, наверное, перечислять. Около 24-25 нарушений в ходатайстве я указала. И эти нарушения, я считаю, что как раз-таки должны ввести к отмене приговора от 7 декабря. Судьи с невозмутимыми лицами выслышивают доводы адвоката и удаляются в совещательную комнату. Вот их вердикт. Отказать возбуждение надзорного производства по ходатайству Нормаши, Рамазану и Колтунову в интересах Курамшина Вадима Рашидовича. Отказать возбуждение надзорного производства. До свидания. 7 декабря прошлого года Вадима Курамшина приговорили к 12 годам тюрьмы. По версии следствия, он вымогал деньги у сотрудника прокуратуры. Примечательно, что правозащитника судили дважды. По одному и тому же делу. Сначала присяжные его оправдали. После освобождения Вадим продолжил заниматься защитой прав заключенных. Благодаря ему общественность узнала о карательной спецоперации против заключенных в исправительной колонии в поселке Карабас возле Караганды. А также о голодовке заключенной Сабиной Махининой, которая таким образом выступила против пыток в Павлодарской женской колонии. Соратники Курамшина связывают второй суд и обвинительный вердикт с его выступлением на конференции в ОБСЕ в сентябре 2012 года, где он рассказал о нарушении прав человека в Казахстане. Все равно какая-то надежда была. Вот все равно, что-то в душе киплилось. Вот киплилось что-то. Последний раз Ольга Колтунова общалась с сыном по телефону две недели назад. Тогда он поздравил ее с 60-летием. В ближайшее время она собирается ехать во Францию, получать за сына правозащитную премию. Франция признала премию, да, а родная страна на 12 лет посадила. Еду в декабре, еду премию за него получать. Ну все, ребята, не могу больше не задать.